Вот даже у меня такое ощущение, что ЦДС был лучше. Здесь находятся две пятерочки, один Дикси из продуктовых. Это все. Пока не скажу, что хватает, в который не попасть. Пробок нету, есть проблемы с общественным транспортом. Мы, безусловно, рады, что купили новую квартиру. Вот, сами посмотрите. И бедные люди на первых и вторых этажах. В чем сам главстрой рекомендуешь? Главстрой СПБ. Как вам вот этот супер потолок? Вот только похвалил, а здесь уже ступени наверх. И двор для машин. Просто стоит и сыт. Молодец. Подон здесь лежит неспроста. Я люблю Юнталова. Да здесь картина еще хуже, друзья, смотрите. Молодцы. Грязь никто не убрал. Вместо ограничителя у нас тут царапается дверь. Дома сдали, а вот здесь дырень. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мне написала моя подписчица Татьяна. И пригласила посмотреть новую квартиру в жилом комплексе Юнталова. И с ее слов, как-то, знаете, все неоднозначно. То есть, если ты хочешь принять квартиру с профессиональным приемщиком, то это только летом. А без приемки можно принять ее сейчас. Естественно, люди хотят как можно быстрее получить свои квартиры и начать в них жить, чтобы не платить аренду за жилье, в котором проживают, пока не построится дом. Вот как-то застройщик, по моему мнению, сильно нарушает закон. Впереди сданные дома. Но первое, что бросается в глаза, что перекрытия чем-то были отделаны и видно уже все осыпается. Конечно же, говорит о высоком качестве строительства. Здесь спасибо, что хотя бы вместо убогого синего забора, здесь мы уже видим более такой интересный открытый забор. Видно, что немножечко взошла трава. Кое-где застройщик посадил деревья и сделал детские площадки. И при этом это он все сделал после сдачи. Ну, хотя бы так. Везде охрана, все закрыто. И очень непонятно, почему так. Почему дом сдан, а до сих пор все в таком состоянии. Ну, вот так выглядит сданный дом. Большое количество мусора. А нет кустарников, деревьев как-то мало. И вот, друзья, зайдите на сайт застройщика, не поленитесь. И посмотрите, как он презентует свои дома. Соответствует ли двор рендерам. Ну, здесь мы тоже видим приямок. Здесь была вода. И вот видно, что нет нигде технологического места, куда она должна уходить. И вот тут тоже, да, вот стеклышко такое положили. А вот здесь дырень. Щель такая здоровенная между фасадом и козырьком. Тоже странное решение. Но зато сюда можно пристегнуть свой велосипед. Посмотреть, как возводят школу. Пройтись по набивному покрытию. Видите, это просто вот такой мелкий-мелкий песок. Понятно, что когда это подсохнет, вот эта пыль, грязь будет лететь. Вы это будете приносить домой. По мне вот странное решение от застройщика. Я понимаю, где-то во дворе они сделали вот такую дорожку. Такое ощущение, что ты за городом ходишь. Ну, здесь, например, есть асфальт, и потом он заканчивается. Вот здесь такая широченная дорога. Здесь набивное покрытие. Сюда же будут и машины проезжать, где-то ямки будут. Ну, как-то считаю, что проектное решение достаточно отставшее от жизни. Ну, вон, видите, здесь еще горки делают. Прикольно, да, дом сдали, но территорию сдать забыли. Вот, как здесь, видите, набивное покрытие, и идешь, такое ощущение, что обычная проселочная дорога. То есть, ну, вот это я нормально считаю. А там она чересчур широкая. Это странно. КОНЕЦ Дома сдали вместе с огромной ямой. Молодцы. Переходной балкон. Ох, как здесь страшно. Так, а что у нас тут вместо ограничителя у нас тут царапается дверь. Остяжку, молодцы. Вид, конечно, вот классно, да, вот все в деревьях. Мне очень нравится. Я бы, например, если бы здесь я бы строил и разрешал бы строить, я бы разрешал бы строить чуть выше деревьев, когда вы выходите на свою большую террасу, что такое ощущение, что впереди, знаете, поле из вековых сосен и березок. Но здесь нужно заработать как можно больше денег. И поэтому вот так строить. Давайте выйдем с вами на лестничный марш. Взглянем на лестничный марш. Ну, тут тоже все так вот. Видите, строители как протоптали. Грязь никто не убрал. Ограждающая конструкция с линолеумом. Линолеум пока не слез. Все в грязище. Мы с вами сейчас, друзья, поднимемся на последний 22 этаж. Текучку собрали, мусора оставили. Все заляпано. Давайте попробуем выше посмотреть, что у нас здесь. И можно ли выйти на кровлю. Может быть здесь открыто. О, у нас и здесь двери, там двери. Тут закрыто. Ступени для гигантов. Закрыто. 22 этаж. А тут дверь закрыта. Вообще класс. Туда получается на лифте ехать. Поехали на лифте. Даже на камеру видно, что вот решетка стоит вот так, а не вот так. Молодцы. Даже ровно ничего сделать не могут. И вот здесь тоже, видите, как красота. Но зато здесь цифры. Пластик. Трехмерный. Дорого богато. Все, разбили уже. И, кстати, к сожалению, здесь нет нигде указателей, на каком этаже находится лифт. Непонятно вообще, едет лифт, не едет лифт. Вот так. О, приехал. 22 этаж. О, еще разговаривает. 22 этаж. Двери открываются. Ну тут... Да здесь картина еще хуже, друзья, смотрите. Вон, саморез до конца в стенку не зашел. Видите, как классно. О, я почти исправил. Здесь подмазюкивали. Так, почему здесь вот выход. А, здесь можно выйти. А здесь я не смог зайти. Может быть, надо было дергать сильнее. Тут реально двери закрыты. Вот смотрите. Это эвакуационный выход. Не дай бог, что-то мне нужно выбраться. Как мне выбраться? Все, сгорел. Ну, вот так у нас саморезики торчат. Видите, раз провалился. Ничего, нормально. Дверь уже ржавеет. Ну, идемте смотреть, как выглядит последний этаж. Почему мы с вами всегда, друзья, смоем последние этажи? Потому что бывает, огромное количество коммуникаций проходит таким образом, что ощущение, что ты не на последнем этаже, а в подвале. Здесь мы видим строительный мусор. Тут видно такое ощущение, что что-то еще доделывают. А, это плафон они поменяли. Не, ну, здесь, смотрите, на последнем этаже он такой же, как и предпоследний. С ржавыми стаканами. Вот такой изоляцией. Открытыми трубами и всем остальным. Место сбора. Лифт. Ну, хоть указатели есть. Ну, что, вызываем лифт и едем на первый этаж. Я люблю Юнталова. А застройщик Юнталова любит ли меня? Всем, всем, откройся. Первый этаж. И вот здесь такая красота. Ну, конечно же, чуть-чуть уборки. И все засияет другими красками. Зеркало с названием жилого комплекса Юнталова. Ну, посмотрите, от пола до потолка. Всем привет. Табличка управляющей компании. Сделано достаточно круто. Такой металл. Юнталово жилой. Экорайон Санкт-Петербурга. Генеральный подрядчик. А, эксплуатация ГССПБ. Ну, здесь управляющая, соответственно, от застройщика. Не курить. Информация. Информационная стоимость. О, смотрите, вот здесь эти прикольные сделали. Как будто это город. Молодцы. Есть скамеечка. Можно присесть, отдохнуть. Тамбур. Вытиралка для ног. Ничего себе, работает. И, кстати, даже здесь, вопричь от того же Сэтл Групп, который до сих пор строит так, что ты заходишь на первый этаж, и чтобы подняться к лифтам, нужно идти по лестничному маршу. Тут скамейка прикольная. Урна стелевизованная. Гранитная окрошка смотрится прикольно. Торчит утеплитель. Так не должно быть. Тут на подоконнике какие-то какашки. Асфальт. Ну, деревья тут вообще пару елок они посадили. Я не понимаю, вот как можно. Вот разрешили вырубать огромные леса, и они при этом здесь ничего и дальше сами не засаживают. Почему не спасти было этот лес, сделать минимальную вырубку, непонятно. Ну, вот смотрим здесь, друзья, да, спускаемся в приямок. В приямке видно, что есть влага. Подон здесь лежит неспроста, потому что здесь все время в воде. И чтобы строителям не мочить ноги, сделано вот так. То есть сделан проект. Нигде нет выхода того, чтобы выходила отсюда вода. Где это самое низкое место, куда она должна в дренаж уходить? Ее здесь просто нет. Ну, вид, конечно, здесь печальный. Парковка для автомобилей, начала травка входить в газонах. Здесь так ровненько землю разгребли, молодцы. Но, знаете, как-то не хватает и мне лично деревьев. Вокруг они есть, а вот здесь почему-то их нет. По мне очень странно. Зачем было все вырубать? Почему не оставили? Вот напротив тоже дом сдан, но до сих пор видны строители. Высолы на стенах. Двор для машин. О, видно, видите, только сейчас все разгребают. Скамейки, кстати, прикольные, видите, засыпаны камушком. Смотрится красиво. Под навесом сделали вот такой велопарковку. Ну, ничего себе. Тут такая дорожка. Вот она. Вот одна ель. Вот вторая такая чахлая. Спортивная... О, детская площадка. Большая труба такая. Круто очень. Здесь, смотрите, сколько булыжников натащили. Видно, с полей. Здесь немножечко камни. Слушайте, прикольно получится, если это все сделают, конечно, ровно и красиво. Ну, вот, видите, детская площадка закрыта. Сюда пока заходить нельзя. В сданных-то домах. Вот это школа. Тут такой небольшой променад. Какой-то недоделанный. Дорожка из брусчатки вот здесь заканчивается. Горки какие-то подразрушенные. Тут, видите, тоже брусчатку положили. То есть где-то будут делать. Не делать вообще непонятно. Да, прикольно. Сдают дома. Территорию при этом не сдают. Так, где-то что-то прилетело. Ну, вот видно, что не так давно столбики освещения поставили. Вот они, елочки. Ну, что-то как-то их совсем здесь мало. Тут лес был вековой. Почему нельзя было больше их сделать? О, знаете, что он здесь делает? Стоит и ссыт. Просто стоит и ссыт. Молодец. До туалета не дойти. Еще один приямок. О-хо-хо, здесь сухо. Что-то они электричество подключили. Но видно по бетону, что было до этого влажно. Красиво, кстати, променадик смотрится. Вот эти конструкции прикольные. Еще один двор. И двор для машин. Парковка многоярусная. Здравствуйте. Скамейки крутые, классные. С камушком так. 15, корпус 1, парадная 1. О, вот только похвалил, а здесь уже ступени наверх. Но зато лифт внизу. Ну-ка, проверим. 16 этаж. Вот еду в лифте и думаю, вот не дай бог здесь кто-то застрянет. А куда позвонить-то? Тут одна реклама уже. И все, и позвонить-то некуда. Но при этом лифт двухсторонний, камера, немножечко закрытая пленка. Куда звонить-то? А звонить-то некуда. Лифты, что ли, не сдали в эксплуатацию? Как так? Кто обслуживает? Когда застреваешь, номер телефона нет. Не знаю, хотя бы ручкой бы написали, маркером. Напомню, поднимаемся на последний 16 этаж. Вот с другой стороны у нас открывается дверь. Заходим. 16 этаж. Ну, в принципе, все то же самое, что мы видели с вами в другом доме. Здесь потолки выше. Намного грилят и закрывают. Здесь уже видна вот такая супер труба. Ну, тут тоже все криво-косо. Как обычно. А здесь уже ниже потолок. И здесь, обратите внимание, грилята, слушайте, очень низко. При этом, смотрите, какая она кривущая. Вообще просто амурские волны. Такое ощущение, что высота, наверное, 2 метра. Вон, смотрите, как все криво. О, какая красота. Вот это да, смотрите, как здесь все круто. Это доделывали потом. А красить-то забыли. Но зато есть пожарные рукава и пакля. Да. Больно. Какой-то страх здесь. Вон, смотрите. Видно же, да, на камеру, друзья? Пишите в комментариях, как вам вот этот супер потолок. Там уже что-то отваливается. Нормально. Зато есть нумерация квартир. Вот он какой. Молодцы, умеют струить. Ну, давайте выйдем на переходной балкон. Ух ты. А здесь-то сколько мусора, если ты так фиг пройдешь. Ну, а вот сгородильный парк варит. Деревья, соседние дома. Слушайте, как здесь близко находится лахта-центр. Вот она видна. Высотка. Да, так, конечно. Можно все, я считаю, сделать достаточно аккуратно. Но при этом, почему-то здесь это никто не старается это сделать. Здесь вообще через потолок виден соединение горизонтальной вертикальной стены. Там просто дырка какая-то, виден утеплитель. Вообще непонятно, что это такое. Ну, и здесь, знаете, такое ощущение, что приготовили сделать капитальный ремонт. Везде все побито, неаккуратно. Уголки торчат, грязь, мусор. Ну, вот все как обычно. Главстрой СПБ. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Александр. Получили ключи от новой квартиры. Долгожданное событие. Пройдемте, посмотрим. А расскажите про особенности. Получили ключи, но какое условие, вам сказал, застройщик? В принципе, они, поскольку мы принимаем без осмотра, поэтому получение в первых очередях с осмотром, начиная с мая. Но предупредили, что если мы найдем какие-то недочеты, которые мы захотим, чтобы нам исправили, выдали контактный телефон главного прораба по каждому корпусу, и он готов подойти и исправить. Я помню. То есть я правильно понял, что если хотите принять квартиру, но без приемщиков, то это в первую очередь, а с приемщиками уже во вторую очередь. При том, что территория получается еще закрыта, и вход только по корпускам или предъявляя ключики. Странно, конечно, по мне тоже. Ходили получать ключи в корпус номер 9, а там еще идет ремонт, нет в коридорах потолка, нет штукатуренной стены, запах ремонта. Ну, собственно, рабочие. Благодарю. Слушайте, ну здесь, конечно, в грязи все, но зато большое пространство, все открыто. Сеттл, кстати, можно хотя бы здесь поучиться. Почтовые ящики симпатичные. И сразу вход к лифтам. Здесь еще так, о, это у нас выход получается во двор уже. Да, все подъезды сквозные. Три лифта, два пассажирских, один грузопассажирский. Давайте лызим. Какой у нас этаж? 21-й. Ох ты, как хорошо. Я так понимаю, что по идее два грузопассажирских или нет? Один только дополучается. Не-не, вот мы по дверям, видите, здесь они пошире створки, а здесь они поуже, то есть вот это пассажирский. Под спам сделали. Сурчки ящики такие широченные. Это под спам, а что тогда вот это? Это тоже под спам. А, здесь, наверное, цветочки должны были быть. Слушайте, ну штукатурка так ничего смотрится. Мне кажется, даже разных оттенков. Ну да, не, симпотно здесь сделали, то есть входную группу. Немножко неаккуратно, но нормально. Заходите. Так, вот с первой погнали. Ничего себе, отис, успели. Мы тоже очень рады. В соседней очереди были ужасные лифты. У нас знакомые там живут, часто ломаются. Работают из трех один. А кто производитель лифтов? Там какие-то китайские лифты стоят. Ну зато с экранчиками, с цветными, музыку играют. Слушайте, ну сейчас это тоже Китай, там, в принципе, все делается в Китае, здесь они только собирали. Ну мы как наслышаны, что они получше, поэтому очень радует, что это будет. 21 этаж, здесь у нас достаточно большой холл, нумерация квартир, очень здорово, что где какая находится, молодцы. Ну, как я это называю, забрало, конечно, сделано вот здесь очень неаккуратно, здесь такое ощущение, что оно вот-вот сейчас выпадет. Ну и здесь, конечно, видите, вот ходишь, когда вот на это все смотришь, что сделали, ну могли бы сделать аккуратнее, но вот почему-то все это вот так, знаете, натворись. Вот там малярный скотч, чтобы у них остался. Ну есть еще надежда, что они будут отмывать, поскольку даже не сняты пока крышечки с пожарной сигнализации. Да, причем очень странно. Зато их количество. Количество большое, но не дай бог что-то случится, они просто не сработают, пока не прогорят. В других домах не видел еще вот такой экстренного вызова кнопочки. Ну это для маломобильных групп пассажиров, вот как раз здесь его пассажиров, людей. Я не уверен, что вот в пятой очереди они были. Мы сами живем в третьей очереди, и у нас такого нет. У нас пятиэтажные дома. То есть, получается, вы здесь живете и просто сейчас расширяетесь, да? Ну мы снимаем, но уже в течение пяти лет в этом районе. Вам нравится? Поэтому здесь решили остаться, да. У вас себя видели на дороге? Нет, мне все рассказывали, я видел очень много видео. О том, как их видели. Так, а здесь такое ощущение, что что-то должно было быть, потому что штукатурка отличается, да? Такое ощущение, что и там может что-то должно было быть. Ну и здесь тоже что-то должно быть. И такое ощущение, что они сверлили, все это сыпалось. Вон куча малярного скотча сверху, трещины. Что-то, конечно, странновато. Вот здесь вот стена. Да-да-да, я говорю, что там такое ощущение, что то ли здесь что-то должно было быть другое, это как-то так интересно. Но такие ниши – это их фишка, то есть начиная с первых очередей, когда они сдавались, стены всегда идут с такими уступами. Что внутри квартир, что снаружи. Зато коридор светлый. Тут тоже, понятно, ничего не сняли. Но такие места видны, да, то есть где-то что-то неаккуратненько немножко сделали. Так, здесь у нас, получается, при входе провели Ростелеком, это, я так понимаю, телевидение. Интернет, скорее всего, от них. Автоматы, узлочки, все подписаны. Свет, домофон. Обои, кстати, такие симпатичные, рогожечка. Обои под покраску, причем рекомендуют в группах красить их сразу, иначе предупреждают, что они могут начать рассыпаться. Обои рассыпаться? Да. Отшелушиваться вот. Это бред полный. Если они приклеили их хорошо, то точно отшелушиваться не будут. Вот так рекомендуют в чате дома, причем сам главстрой рекомендует сразу покрасить. Многие жалуются, что обои запачканы. Они говорят, что ничего страшного, вы их сразу покрасите хотя бы в белый, чтобы они не обшелушивались. Ну, они их просто поклеили, и все. Если хорошо приклеили, то никакого отшелушения не будет. Вот такие места видны. То есть они здесь подрезали, они очень равномерные. Тут, конечно, то, что мыли, нет мыли. Ну, это такие, в принципе, мелочи. Грязь, я смотрю, вам оставили. Грязь, да. Бирки, чтобы точно знали, какой пленитус надо докупить. Бирки, причем, да, по всей квартире. Нигде не сняли. А этот датчик, я так понимаю, выдадут уже. Это можно, да, причем по желанию вешать тоже в каждой комнате. А, по желанию сказали вешать. Обычно просто выдают их, либо уже они висят, либо их выдают и вешают. Нет, главное, мы не можем демонтировать вот эти пожарные. Нет, нет, вот эти можно, они на батарейках. А эти, которые к системе, то их, да, нельзя демонтировать. Тех, которых у нас нет. Тех, которых у вас нет. Это очень удобно. Туда не надо их вносить. Ну, да. Можно крепление открутить и все. О, слушайте, комната с двумя окнами. Это, конечно, мечта. Слушайте, вид, конечно, отсюда просто классный. Весь район как на ладони. Блин, страшно-то как. Ну, вот, кстати, смотрите, вот здесь, видите, герметика пожалели. Вот эти места. Вода, влага будет попадать. Ой, осторожно, то я уже боюсь. И, соответственно, будет приходить не в годность пеномонтажных, которые они это все закрывали. Да, фото, конечно, у вас здесь будет классное. Там какой-нибудь там туманчик над лесом. Смотрится, конечно, круто. Издалека все очень так прилично. Смотрите, здесь даже кровли все убрано сверху. Практически. Осторожно. Ну, тут, конечно, надо было им поаккуратнее сделать. Что-то они тут делали-делали, не доделали. Странно, конечно, что система отопления до сих пор к 23-й год, а у нас вот эти стыки идут, когда у всех уже давным-давно уже разводка под стяжкой. Ванна-то какая здоровенная. Ванна здоровенная, но полезного пространства в ней не так много. Розетка одна и наводка для стиральной машины почему-то в туалете. А, в туалете сделали, да? Да. Круто. Потому что по-нормальному она где-то вот здесь хотя бы должна быть. Или, не знаю, тут. А, ну вот розетка, да. Одна. Причем сломана крышка. Она должна еще захлопнется сама. Тешно. Ну, тоже, да, по мне страна. То есть просто взяли-поставили. Во-первых, надо ванну закрепить самим, получается, еще нанимать человека. Плюс вот это все закрыть каким-то образом, особенно вот здесь. Что-то такое придумать, чтобы она держалась герметиком. Зали, что вода туда не текла постоянно. Вон, хотя бы вода не плещется, как у Сеттл. А зачем нужно заземление на ванну? Слушайте, а это еще с советских времен, чтобы статическим электричеством не треснуло. Чтобы электричество у тебя не треснуло. Так. Слушайте, санузел-то тоже... О, ничего себе. Слушайте, сюда душевая кабинка и мини-ванна влезет. Да, трубы, конечно, криво-косо все. И закреплено очень плохо. И хорошо, что у вас, кстати, высокий этаж. Потому что на канализационной трубе шумоизоляции никакой нет. И бедные люди на первых-вторых этажах будут слышать звук падающего всего сверху. С утра до вечера у меня товарищ живет на первом доме, в доме ЛЦР. И там, конечно, трындец полный у него. Такой шум. Он говорит, я его не слышу. Я зашел на детей, просто офигел. Мы стремились сделать так, чтобы у соседей было по минимуму. Ну, все правильно, да. Ну, здесь, конечно, немножечко неаккуратно сделано. То есть, получается, вот они, да, сюда стиралку подразумевают. Так, вот вывод воды есть. Подождите, ну вот воду хорошо, а канализация где? А канализации нет. И еще у меня вопрос. Вот смотрите, у нас по пожарным нормам вам должны были выдать шланг. Такой обычный красного цвета, длинный. Нам должны выдать имущество к администратору. Это к ним подойти дадут. Просто непонятно, где его еще крепить. Потому что здесь я ничего не вижу. Он должен быть где-то в легкодоступном месте. То есть, его почему-то здесь нет. Ну, конечно, сделано уголок. Ну, вот сами посмотрите. Я не удивлюсь, что он через какое-то время отвалится. Но не очень, конечно, аккуратно сделано. И кухня. Слушайте, здорово это какая. Вот интересное решение. Квадрат включить. Слушайте, ну да. А в плане это было? Да. Тоже было, да? Это было. Просто оно кривое. Ну, оно кривое, да. То есть, они ровно сделать не смогли. Самое интересное, что у нас это в плане было. Но не у всех квартир в плане есть такой выступ. А по факту практически в каждой квартире он присутствует. Ну, я вот так думаю, как это вообще все обыграть. Либо полочку делать, либо просто закрыть. Ну, тут криво, ну да. А, и как бы закрывать больше панели, наверное, я не знаю. Так, тут у нас еще счетчики. Вот, смотрите. То есть, должны были получше закрепить, но видно. Крепежа, наверное, у нас нет. Ну, хотя бы здесь выводы есть. Тоже странно, сделали все на разном расстоянии. Тут криво как-то. Слушайте, но зато много света. А это, конечно, радиорозетка? Это радиорозетка, да. Может, заявление написать и вообще отказаться от нее. А то будете просто так платить. Это помните вот эти старые такие бабушки на радио, такие, где там вообще один канал, только громкости ручки. А вот здесь, видите, обойки немножечко. Надо переклеить или полотно переклеивать, или, соответственно, разгладить, может быть. Слушайте, это что у нас? Лоджия. Длинная, но узкая и грязная. Ну, отделка такая, скажем. Третья сотка права. Ну, у ЦДС даже лучше. Хотя ЦДС в моем списке. В начале самого конца. Вот эти вот фирменные уступы, как в каждой комнате. Ну, вот это получается бетонная несущая стена, а здесь, соответственно, другой материал, там, какой-то блок. По-нормальному, конечно, нужно было сделать его так, но это больше материал. Максимально расширяли жилплощадь. Как вообще у вас впечатление от новой квартиры? Мы, безусловно, рады, что купили новую квартиру. Немного расстроены, конечно, высотой потолков. В договоре ДДУ было указано, что потолки могут варьироваться от двух пятидесяти до двух семидесяти. Соответственно, ты не знаешь, как может быть, мы рассчитывали, что поэтажность, и нам повезет, у нас будут потолки чуть повыше. Но по факту они взяли такие дома. Сколько? Два с половиной здесь? На лоджии даже сделали розетку заранее. Слушайте, ну вот это, кстати, плюс, ничего не нужно самим делать. Слушайте, нет, ну вот это, конечно, это что-то вообще. Причем это вот здесь немножечко под углом идет, тут вообще внутрь угол заходит. Я не удивлюсь, что еще вот эта стенка, а, слушайте, она тоже не в угол. Тут, знаете, хочется просто гипсокартоном зашить, вровень сделать и забыть. Причем, если посмотреть вот так, здесь у нас один угол, здесь у нас другой угол, то есть что-то как-то... О, Господи! А если вот так смотреть, тут вообще волна. Вот сюда подойдите, посмотрите, так и идет. Ну, тут либо так оставить мебель, ну, вы видите, тоже, чтобы мебель повесить, надо, конечно, чтобы это ровно было. В одной плоскости, но здесь в одну плоскость придется чем-то выравнивать. Гипсокартоном самое простое, недорогое. Слушайте, и здесь тоже что-то, видите, вот такая линия. Здесь ямка, а здесь такое ощущение, что трещина. В любом случае, здесь качество уже стало чуть получше, чем в пятой очереди. У нас, когда получал там друг так же без осмотра, у него самые элементарные на кухне разного цвета обои были. То есть они прямо вот так вот идут, стык-стык, светлые и темные. Нет, ну здесь у меня ощущение, что они окрасили. То есть они какие-то такие желтоватые, мне так кажется. Ограничители – это круто. Причем в каждой комнате. И, кстати, молодцы, что на кухне сделали стеклышко, сразу видно, кто-то есть или нет вечером, когда свет горит. Здесь вот как раз первое замечание у нас, по которому мы по поводу мы вызываем прораба. Должно окно открываться на проветривание, ручка поворачивается, но окно не откроется. А вторая ручка? А вторая без проветривания, она только так. И получается, что это вообще единственное окно, которое может открыться на проветривание. Тоже защиту поставили, подоконник очень высоко и очень тяжело. Подбираться к ней. Мы хотели купить квартиру на вторичном рынке, в той, которую арендовали, но хозяева на тот момент отказались. А сейчас, когда уже узнали, что мы съезжаем, а мы там прожили у них около трех лет, они – ой-ой, а что же делать? Сами живут в другом городе и думают, что может быть теперь продавать. Ну, уже поздно. Ну, уже да, да. Так по цене, в принципе, на тот момент стоило одинаково, что здесь у застройщика покупали за 9300, что вот предлагали хозяевам нашей квартиры тоже 9300, но мы на тот момент отказались. Не, ну ставка получается разная по ипотеке. В ипотеку брали? Да, в ипотеку. Как раз в начале, в январе 22-го года и под льготную попали до трех миллионов с ипотекой. Так вообще рассматривали другую недвижимость. Сперва Аквилон залив на мыве Васильевского острова. И была хорошая акция у них, около миллиона скидки на квартиру. И в тот момент получалось что-то 10-300 тоже двухкомнатная квартира. Но пока продавали другую недвижимость, под акцию не успели. И по тот момент, если не ошибаюсь, уже 13 миллионов стоила эта двухкомнатная квартира, которую мы приглядывали. И, соответственно, поскольку деньги были уже на руках и было какое-то посещение, что надо срочно что-то покупать, мы выбрали вот этот вариант, который нам показался на документном X-майне. На вторичку, если не ошибаюсь, в начале, в январе еще 22-го года может было там 8% что-нибудь такое выцепить. Но с другой стороны, сейчас интересно покупать вторичные жилье или переуступки, потому что они реально дешевле по цене. Да, сейчас стало дешевле. И плюс, например, где уже, например, люди пожили, там всегда есть мебель, техника. То есть сейчас вот Икея ушла, и начинаешь думать, что же поставить. Но продать тяжело. Вот так же в пятиэтажных домах у меня знакомый попытается продать однокомнатную квартиру, и уже почти год. Ну да. А это, знаете, основной из-за того, что неправильно ее оценили, скорее всего. И когда у тебя неправильно происходит оценка, многие считают, что вот его квартиру он туда вложил, там это там всю свою душу, энергию, и она вот должна быть такая дорогая. А в итоге получается, что вот они годами ее продают. А если цену поставить нормальную, то в принципе это все можно быстро сделать. Поэтому нужно нормально оценивать. Либо сами оценивают, либо профессионалы обращаются, которые сделают оценку. Ну безусловно, там есть плюсы, что это малоэтажное жилье, плюс сами помещения там больше, выше потолки. Я помню, когда этот проект только стартовал, они же здесь вообще обещали, что это будет малоэтажка до пяти этажей. И мы сами, я помню, супруга рассматривали этот район, приехали, что-то посмотрели, посмотрели их отделку, и в общем нас вообще не впечатлило. Я говорю, нет, давай не будем. Да, отделка, в первых, в корпусах была... Там, если не ошибаюсь, линолиум, обои вообще какие-то были. Да, в ванную комнату, вот как мой приятель даже вот пятая очередь, это дома напротив, высотные, принимал в ванную комнату, линолиум не был не то, что уложен, он был просто вот туда вот брошен. То есть он просто лежал там на полу, вот так вот валялся. Ну вот мы не впечатлились, и на Петроградке остановились, и мы будем там дальше жить. Ну вот еще плюс, правда, к пятой очереди тоже могу отнести, что когда входишь в общий коридор с лифтового холла, есть стеклянная дверь, которая разделяет коридор на две половины, из-за чего у тебя нет такого ощущения вот этого вот общежития, что хоть чуть-чуть как-то покомпактнее. Здесь в этой двери, к сожалению, нету. А как отсюда, кстати, утром выезжать? Нормально? Нет пробок? Теперь будут. Теперь будут? Нет, пробок нету. Есть проблемы с общественным транспортом, а то, что автобусы ходят маленькие, и без учета еще вот этих домов после 7.30 утра уже уехать проблематично. Нет, уехать можно, но... В очереди стоять? Поближе к друг дружке. А, поплатнее, понятно. А если с детьми, многие возят, как и мы, на беговую в садик ребенка, в основном на машине ездим, а так вот с детьми на автобусе битком набитым... Слушайте, и сколько туда везти до садика ребенка? 20 минут? 25, наверное. Слушайте, прилично. Норматив нарушают. Там садик хороший. Садик хороший? Да. А здесь? А сюда не попасть уже? Да. Сюда, да, невозможно попасть. Ну вот под нашими окнами строят школу, рядом еще детский садик. Школу обещают сдать в 2024 году, как раз нам будет время уйти в школу, вот надеемся, что попадем сюда. На данный момент два государственных детских садика. Здесь два садика, да. Уже функционирующие. В которые не попасть. В которые не попасть, поскольку... Школы здесь еще нет. Школа есть. А, есть. Очень большая школа находится, современная, с бассейнами. Школа действительно большая, сюда возят детей из Лисева Носа и ближайшего Ольгина. А в школу попасть или нет? В школу можно попасть, но школа работает, если не ошибаюсь, даже в две смены. Ну там проблематичные тоже вырежутся. Ну раз в две смены, значит очень многое... Да, но обещают, что вот эта школа будет тоже довольно большая. Ну она по размеру-то видно, что там они впереди строят, она здоровенная. Ну и тут у вас, кстати, близко сюда ходить. А территория торгового центра, это вот прямо, которая ограждена перед четырех этажными зданиями? А, это вот это, да? Там планирование торгового центра, да. То есть деревья, я понимаю, вырубят тоже, да? Но в таком состоянии это уже находится около четырех лет. Самый последний этаж не хотелось из-за того, что это замыкающая часть всех коммуникаций, что бывают частенько какие-то проблемы с этим. Плюс сам лифтовой холл, например, когда выходишь, часто стоят распределительные коробки. Да, это такой кошмар. Все это так не очень красиво. Так же в пятой очереди, вот на тринадцатом этаже, это все не очень симпатично выглядит. Поэтому подумали, что на этаж пониже. Хотя вот конкретно вот таких вот, такой планировки квартир, их очень быстро расхватали. То есть, когда мы покупали, это вообще было единственное предложение подобной квартиры. Позже они, видно, постепенно выкладывали, появлялись еще два раза, но этажами ниже. А здесь весь смысл, что если ты берешь до семнадцатого этажа, то, соответственно, у тебя нет никакого вида, ты смотришь сразу в окна соседнего дома. Ну да, да. Не, ну тут я считаю, у вас выбор очень правильный, потому что если брать, то должно быть самое высокое здание, потому что смысл вот здесь брать, когда ты смотришь прямо вот сюда. Ну эти молодцы хотя бы елочки посадили. На наш взгляд у них отличные добровые территории, что вот в пятой очереди, если пойдете прогуливаться в сторону школы, то там увидите, вот школа, вот если вот отсюда посмотреть за белыми домами, это такое вот коричневатое здание торчит, это школа. И у нее новая современная детская площадка, каких аналогов в городе, ну вот ближайшая в Кронштадте, наверное, в парке, который они сделали там что-то похожее. Так вот. Если взять пятибалльную шкалу и оценить квартиру, какую оценку поставите застройщику на данный момент? Ну троечку, не больше. Поскольку все-таки, если брать сумму около 10 миллионов, можно было постараться получше, за эти деньги можно было и дом построить. Ну я вообще считаю, что нужно всегда стараться хорошо, уже делают за деньги. И когда тебе продают квартиру, никто тебе не говорит, что у тебя будет грязь, мусор, недочеты, неаккуратность, там куча проблем. Ну цены здесь также очень быстро выросли. В соседнем корпусе, например, он еще не сдался, вдруг там приобрел квартиру. Он сдал, он сдан. Они ключи не выдают. Но они все, вот эти дома все сданы уже. Сомневаюсь. Кроме паркинга. Потому что, посмотрите, видите, зеленые откосы на окнах. То есть там еще отделки-то нету. Да, нету, но он уже сдан, да. Ну так заселили его от рабочих. Вы же тоже сдали, еще отделку делали. Наш дом начали сдавать с понедельника. Нет, это вам ключи начали выдавать. А сдали его намного раньше. А, ну я тоже наказываю структу, да. У нас же нормально. Но ключи еще в нем не выдают. У нас же нормально, дом сдали, потом его еще настраивают, доделают отделку, потом начинают выдавать ключи. Он на рабочие ходит, да. Это нормально у нас уже. То есть он тоже купил двухкомнатную квартиру с разницей в год, то есть за год до нас. И у него получилось в районе 6,5 миллионов. 6,5, а у вас уже 9. А у нас уже 9,3 миллиона. Офигеть. Ну, безусловно, разные планировки, но по метражу приблизительно одинаково. Ну мы тоже сейчас покупаем по переступке квартиру. В 2021 году ее приобрели в двухкомнатную в 54 метра за 5,6. Мы покупаем за 8,5. То есть, ну, очень, конечно, большая разница. Сейчас уже такой, конечно, разницы нет. Да, сейчас, мне кажется, уже так сильно все не получается. Уже все. Но, конечно, тогда цены просто вверх шли. Ну, кстати, сейчас опять, с 1 мая, опять цены все застройщики поднимают. Практически 1,9. Сейчас они предлагают еще скидки 14%, но уже готовые квартиры, за которые можно сразу получить ключи. Ну, 14% это, да, приятно. Тут один застройщик предлагает скидку 1%, я так посмеялся. 40-50 тысяч рублей получить. Приятно, конечно, но это ни о чем. Изначально, когда шло общение с менеджером, предлагали скидку на паркинг в 150 тысяч. Паркинги в целом довольно дешевые, то есть 450 за машиноместо, плюс предлагали скидку 150 при покупке единовременно квартиры и паркинга. И мне довольно понравилась эта идея, но когда дошло дело уже до подписания всех документов, они сказали, что, к сожалению, эта акция закончилась, и больше мы вам эту скидку предложить не можем. И вы не купили паркинг? И мы паркинг не купили. Но здесь, кстати, с парковкой проблем особо нет, потому что большая парковка находится в соседней очереди, через дорогу. Ну вот за школой вы имеете вот это, что мы сейчас видим с вами. Потому что она так же между домами идет. Ну как бы она большая, я бы не сказал, тут места не так-то много. В принципе, вечером нормально приезжать и паркуривать. Да, 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 здесь нет таких проблем, что ты где-то не сможешь запарковаться. А магазины хватает все то, что здесь есть? Пока не скажу, что хватает. Здесь находятся две пятерочки, один дикси из продуктовых, это все. Две шавермы. Певточек, понятно. Певточек очень много, да. Но собираются открывать в каком-то из корпусов, я так понимаю, что или мини-ленту, или магнит. Могу напутать что-то из них. Пятерочка и дикси туда. Да, но так же мы надеемся на торговый центр, что когда-то его... По планам до сих пор существует метро. А, да, рассказывают про метро? Да, когда-то здесь обещали трамвайные пути. Вот у нас по центральной нашей Юнтовской улице поставлено такое широкое пространство. Это для трамвайных путей, как они изначально предлагали. Ну, может быть, когда-то и будет, но даже непонятно, в нашей жизни или нет. По самому куплицу я считаю, конечно, что они зря начали строить. Это все вверх. И вот убили всю изначальную концепцию малоэтажного, такого, скажем, загородного жилья в черте Санкт-Петербурга. Если бы это были бы малоэтажечки, было бы, конечно, намного интереснее. Посмотрели квартиру, знаете, по отделке. Вот даже у меня такое ощущение, что у ЦДСа была лучше. Что у ЦДСа лучше была отделка. Здесь она какая-то не совсем недорогая. И достаточно сделана неаккуратно. Из плюсов, конечно, это фасад из кирпича. Это достаточно приемлемое расстояние между домами. И с последних этажей открывается просто шикарный вид. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк. Не ставьте дизлайк. Поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь. А говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok